Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. 6 метров в глубину, 500 метров в длину. Как будет выглядеть подземная часть развязки на Зминогорском тракте? Уникальное оборудование для пациентов со спинальной мышечной атрофией будут применять в крае. В Барнаул на реабилитацию привезли двух фламинго. Как райские птицы оказались на Алтае? Но вначале завершилась прямая линия с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. В этот раз на линию поступило 3,5 тысячи обращений, 1300 письменных вопросов и более 2000 звонков. Ответить на все в формате прямой эфира не получилось, но обращения все равно будут рассмотрены. Самые популярные темы, которые сегодня волнуют жители края – соцзащита, дороги, ЖКХ, образование, благоустройство и здравоохранение. Самые активные жители региона, от которых поступило наибольшее количество вопросов, проживают в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Заринске и в Первомайском районе. Итоги прямой линии с Виктором Томенко подведем вместе в ближайших выпусках новостей. Прокуратура края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Бийска Александра Студеникина. Он предстанет перед судом за халатность. Как следует из материала в дело, с 2017 по 2022 годы он не принял мер по расселению жильцов из аварийных домов. Экс-чиновнику грозит до полугода ареста. В трех домах по улице Спекова уже давно были выявлены многочисленные нарушения санитарных, строительных и технических норм. В 2021 году в Бийске приняли муниципальную адресную программу, в которую включили лишь 70 квартир из этих непригодных для жизни зданий. Но 50 миллионов рублей, выделенные на реализацию программы, чиновники потратили на другие цели. Лишь после вмешательства Следственного комитета в 2023 жильцы получили деньги для переезда. Подобная ситуация произошла и с хозяевами квартир в четырех аварийных домах на улицах Коммунистическое и Мухачево и переулках Байкальский и Тихий. 25 миллионов, выделенные на их расселение, не освоили. Следователи осмотрели более 100 аварийных домов в Бийске, выполнили 12 экспертиз, допросили почти 200 человек. Общий объем уголовного дела для суда составил 62 тома. Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отравления в кофейне Ель. По последним данным от Министерства здравоохранения, госпитализация после употребления еды в заведении потребовалась 12 жителям Барнаула. Они находятся в среднем и тяжелом состоянии. Ранее восьми пострадавшим поставили диагноз сальмонеллез. Заведение в центре города временно приостановило свою работу на несколько дней до судебного разбирательства. Сейчас специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии проводят расследование и изучают продукцию кофейни в лаборатории. А чтобы установить все обстоятельства, следователи опрашивают пострадавших и сотрудников и изымают документацию. Все это может определить, что стало причиной отравления продукции заведения или качества сырья поставщиков. Добавим, что эта кофейня пользуется спросом у горожан и является одной из точек протяжения красной линии города. С сегодняшнего дня в краевом психоневрологическом детском санатории будут применять уникальное оборудование. Раньше за таким приходилось ездить в федеральные центры или собирать внушительные суммы для частных клиник. Проходить лечение на новом устройстве будут маленькие пациенты со спинальной мышечной атрофией, ДЦП, травмами позвоночника. Ирина Корчагина продолжит тему. Лучший подарок для мамы, чтобы ребенок был здоров. Особенно, когда ребенок болен спинальной мышечной атрофией. В Алтайском краевом психоневрологическом детском санатории появилось уникальное оборудование. Раньше такое было только в центральных и частных клиниках, куда ездили маленькие пациенты. Устройство позволяет стимулировать спиной мозг, тем самым помогая ребенку формировать движение. В спинном мозге есть зоны, которые стимулируют двигательную активность. И есть разные режимы работы данного оборудования. Оно помогает сформировать позу сидя, позу стоя. Кому нужно помочь в формировании ходьбы, двигательного стереотипа. Это токи разных используются при разных ситуациях. Разные частоты, разные схемы. Сегодня в Алтайском крае живет около 30 детей со спинальной мышечной атрофией. Болезнь атрофирует мышцы. Без лечения и реабилитации ребенок теряет простейшие навыки. Тогда его ждет питание через трубку, вентиляция легких. Первые пациенты, которые уже начали реабилитацию в санатории на новом оборудовании, замечают эффект. Спину я стала держать лучше. То есть я, если на коляске сижу, то больше выпрямленная. Вот как сейчас, да, спинка прямая. А раньше какая у тебя спинка была? Ну, обычно я сделаю, немножко сглобившись. Мы теперь можем не собирать деньги на лечение, не ехать очень далеко, скажем. А здесь рядышком. Само устройство не входит в перечень оборудования, которым должны оснащаться реабилитационные отделения. Поэтому приобрели его с помощью средств марафона «Поддержим ребенка». Движение занимается покупкой лекарств и оборудования для детских больниц. В прошлом году через марафон удалось собрать 12 миллионов рублей. В этом пока 9. Конечно, у нас есть еще один месяц. И очень хочется верить, что мы достучимся до сердец наших жителей Алтайского края. И нам удастся собрать хотя бы сумму прошлого года 12 миллионов рублей. В противном случае нам придется где-то сокращать какие-то наши финансирования. И кому-то оказать помощь не в полном объеме, а кому-то отказать в этой помощи. Это очень печально. Что касается нового оборудования в санатории, его будут применять не только на пациентах со спинальной мышечной атрофией. На реабилитацию смогут рассчитывать дети с ДЦП, поражениями головного мозга и травмами позвоночника. В новое помещение для тренировок инваспортсменов привезли большую часть оборудования. Но официальной передачи помещения, которое долгое время подыскивали для людей с ограниченными возможностями, пока еще не было. Напомним, летом этого года по решению власти Барнаула клуб «Инваспорт» покинул бывшее помещение для тренировок. Зал не отвечал требованиям безопасности и располагался в подвале, что противоречит закону. Было принято решение подобрать другое помещение. Людям с ограниченными возможностями хотелось, чтобы оно было в центре города и не меньше площади, чем прежние. Такой вариант нашелся. Это здание бывшего детского сада по адресу Профинтерна, 37. За последние два дня волонтеры перевезли туда большую часть тренажеров и теперь осталось дождаться официальной передачи помещения городом спортивному клубу. Открыть зал планируют после завершения ремонта. В проблемном долгострое в Барнауле на Петросухово, 34, запустили отопление и устраняют недочеты в жилых помещениях для передачи квартир будущим жильцам, сообщают на сайте администрации мэрии. Напомним, сроки сдачи многоквартирного дома переносили неоднократно. Изначально завершить возведение жилого здания застройщик планировал в 2021 году. Последняя названа дата осень 2023. Причиной для переноса сроков указывали сначала необходимость внесения изменений в проектную документацию, позже неоконченный паркинг, а затем у застройщика закончились деньги. С помощью властей компания получила займ в размере 26 миллионов рублей. С лета на объект регулярно выезжает межведомственная комиссия. До конца года все строительно-монтажные работы должны закончить, заверяет руководитель строительной компании Александр Соболев. Но вот для полноценной сдачи многоквартирного дома и ввода его в эксплуатацию, нужно дождаться завершения строительства подземной парковки. Четкая дата окончания строительства пока не звучит. Тоннель глубиной 6 метров начали строить на развязке на Зминогорском тракте в Барнауле. Его длина почти полкилометра, а основного путепровода 300 метров. Сейчас масштабный и важный для города объект готов на 40%. О ходе работы расскажет Валентина Аскерова. Шесть метров высотой, полкилометра длиной. Впечатляющее сооружение достроят в конце следующего года. Это не декорации для съемок блокбастера, а подземный тоннель для машин. Сквозной коридор строят на развязке Зминогорского тракта. Мы находимся на строительстве левоповоротного съезда тоннеля. Этап строительства – забитый шпунт, разработан грунт и выполнена замена грунта ЧПС. Сейчас будем выполнять следующие конструктивные слои под бетон, как гидроизоляция и стены тоннеля. Тоннель позволит разгрузить транспортные потоки. Интенсивность движения на участке 25 тысяч автомобилей в сутки. Чтобы не терять время в пробках и добираться до нужного места быстрее, и строят транспортный коридор. Он, к слову, один из этапов строительства многоуровневой развязки на пересечении Ленточного бора, Зминогорского и Южного трактов. Объект готов на 40%. Построены все семь опор для будущего путепровода. Пять из них расположены в основной части стройки, две на шоссе Ленточный бор. На сегодняшний день выполнены все земляные работы. Опоры возведены вверх. Они уже готовы для монтажа металлических конструкций. Сейчас монтируются вспомогательные опоры. Всю зиму мост состроителей будет возводить металлические пролетные строения. Многоуровневую развязку планируют ввести в эксплуатацию в октябре следующего года. Объем финансирования масштабного объекта достигает почти трех миллиардов рублей. Кстати, подрядчик, который занимается развязкой, признался, что легендарное кафе у Григорьевича пока не мешает работам. Но в скором времени шашлычной все же придется сменить место жительства. Того требуют строительные работы. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. Продовольственную безопасность страны собираются повышать и в рамках специальных конференций. Одна из таких прошла в Барнауле. Ученые со всей России обсудили острые проблемы сельского хозяйства, чтобы найти новые практические подходы. Подробности у Дмитрия Дроздова. Сельское хозяйство под пристальным вниманием. Особенно в Сибири, где климат испытывает фермеров на прочность. В 2020-м посевы степных зон Алтайского края высыхали от жары. В последние два лета дожди стали редким явлением. В таких условиях сельхозпроизводители ищут способы спасения урожая. Новые подходы обсуждали в Алтайском аграрном университете в рамках Всероссийской научной конференции. Так москвичи советуют вводить в линейку удобрений кремний. Особенно, когда речь идет о выращивании пшеницы. По словам специалистов, это может спасти культуру от обезвоживания. Когда растения имеют достаточное количество кремния, то тогда вначале оно может запасаться водой внутри клеток растений. И когда идет засуха, то растение начинает использовать внутренние резервы. То есть, ну, как верблюд с водой. Обсуждали не только агрономический подход, но и технологический. В сельском хозяйстве все чаще прибегает к использованию беспилотников. Если говорить про аэрофоросъемку полей, в среднем в день мы снимаем 10 тысяч гектаров. Представьте, что у вас хозяйство 10 тысяч гектаров. Агроном физически никогда все поля обойти не сможет. То есть, это можно все лето просто ходить по полям и что-то наблюдать. Мы, по сути, за день проведем аэрофоросъемку, за второй день проведем сшивку. И если говорить про, допустим, какие-то визуальные данные, ну, допустим, наличие заболеваний, какой-то ущерб посевам, к примеру, от урагана. Если мы говорим про сорняки, про схожесть, то буквально через 2-3 дня агроном получает полностью комплексную картину всего своего хозяйства. Еще одна секция поднимала лесные темы. Ученые говорили, как ускорить селекцию, как снизить вероятность пожаров и как сохранить насаждение после ураганов, который прошелся по Сибири 19 ноября. Скорость ветра достигала 35 метров в секунду, и не все деревья выстояли. Эта буря стала одной из сильнейших в регионе почти за полвека. В лесах края тоже фиксируют поваленные деревья. Чтобы они выдерживали следующую бурю, эксперты советуют специалистам следить за возрастом насаждений. Возрастная структура всегда поддерживалась равномерно. Каждый класс возраста он определенный должен занимать. А сейчас произошел сдвиг. У нас везде накопились перестойные леса, и, конечно, они будут вываливаться при таких ветрах. Вот это надо в первую очередь исправить, и это один из методов. По мнению участников, такие встречи помогут обеспечить продовольственную безопасность, так как обменивались опытом на конференции больше сотни ученых из десяти регионов страны. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайском крае продолжают собирать гуманитарный груз в зону СВО. Волонтеры отправляют абсолютно все – от снайперских костюмов до вязаных носков. Оценить масштабы помощи можно в следующем сюжете. Маскировочные сети, снайперские костюмы, тепловые пушки – эти и другие вещи, так необходимые на фронте, сегодня загружают фуру, которая отправится в Луганском и Донецком направлениях. Алтайские волонтеры совместно с Народным фронтом упаковывают продукты питания, инструменты, также фуру загружают автомобили. Большая, просто колоссальная отправка у нас на госпитале идут. Это и постельное белье, и в том числе и медикаменты, обувь ребятам отправляем. Отправляем гитару, чтобы в момент какого-то отдыха было время спеть песню военную, поддержать ребят. Уже не первый раз фура в зону СВО отправляется отсюда, из Краевого поисково-спасательного центра. Здесь удобно хранить груз, да и спасатели очень помогают. Рабочие руки нужны всегда. Вот теми же дронами, квадрокоптерами, которые мы поставляем и так далее, мы помогаем ребятам выполнять задачи, но есть еще наша теплота, наша любовь, наша поддержка. И вот поддержка в виде ваших вязаных носочков, которые вы приносили, жгуты ребятишки со школ, которые приносили, мы обязательно передадим их в медицинскую роту 1442. Волонтерам удалось собрать не только вещи, которые пригодятся на фронте. В местные детские сады они привезут книжки и игрушки. Уже в ближайшую неделю груз из Алтайского края будет на месте. Ирина Корчагина, День с толком. В Барнаул привезли редких для Сибири гостей – двух особей фламинго. В краевой столице им предстоит пройти реабилитацию и перезимовать. Птицы сбились с пути во время перелета из Казахстана. Изможденных их доставили к нам из Горного Алтая. В каком состоянии фламинго сейчас и что с ними будет дальше, узнавала Дарья Ярошина. Годовалые малыши жмутся к стене. Еще не привыкли к такому вниманию. В Барнаульский зоопарк их привезли на реабилитацию. Их сдуло с пути в Горном Алтае. Птицу оставил минут на 15-20. Не беспокоил. Вот сколько гамаруса уже осталось. Ну, скажем, половину она уже профильтровала, съела. Специалисты говорят, что фламинго часто сбиваются с пути в непогоду. Для них непривычно летать в сильный ветер. Поэтому до сих пор в Горном находят новых фламинго. Птица, которая сейчас приедет из Шабалинского района, то есть небольшие повреждения. Но, скорее всего, это как раз от того, что ветер нес, и, может быть, она просто ударялась, и какие-то предметы приземлялась. Вот эти две птицы, они вообще в идеальном состоянии. Они достаточно упитаны, каких-то повреждений нет. А паразитов, на первый взгляд, тоже у них никаких нет. Так что они вот как бы, ну, в таком прямо, в хорошей кондиции. Фламинго еще совсем птенцы, видно по оперению. Сейчас оно по-сибирски серое. Чтобы розовый цвет проявился, птиц кормят богатыми каротином, свеклой и морковкой. По этикету, дикие фламинго едят стоя в водоеме. Точно будет ходить за нами. Вот как у нас ходят, вот они по территории, вот этот будет точно ходить. Сейчас вот если с ним позаниматься, недельку и все. Пообщаться, они дружить умеют. Фламинго-птенцы быстро привыкают к неволе. Адаптироваться к природным условиям уже вряд ли смогут. У нас в России фламинго вообще не гнездятся. И мест, где они находятся, постоянно нет. Поэтому выпускать в России мы навряд ли сможем. Я даже не про Алтайский край говорю, а вообще про Россию. Ближайшее место в Казахстане. Они будут зимовать здесь, и они уже никуда не улетят, потому что однажды сбившись с пути, то есть это первогодки, то есть они родились, они теперь не знают, куда лететь. И поэтому, естественно, они останутся и будут жить в зоопарке. И станут соседями с журавлями, аистами и фламинго, который уже живет в зоопарке. Он давно порозовел. Специалисты говорят, что зимовать при температуре ниже нуля для фламинго нормально. Главное, чтобы кормили. Дарья Ерошина, Алексей Фризин. День с толком. Очередной выпуск нашей программы смотрите завтра в это же время на телеканале Толк. Я напомню, телефон редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует...